МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии працуем Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Ахова працы, мобильная группа Гомельского Гарвы Конкамы сегодня провела мониторинг ситуации на заводе Литяй Нормалев. Цикавые идеи и пропановы. У Минска отбылась со встреча членов областной организации громадского объединения «Белая Русь» со старшинью республиканской структуры Геннадьем Давыдьком. Пераможцы, вызначенные в Гомельском районе, подведены выники 20-го областного взлета юных выратовальников пожарных. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Беларусь и России треба замоцовать становочие тенденции и забеспечить рост гандлевых относинов, утымлику за кошт ликвидации взаимных барьеров и створения ровного конкурентного осяродя. Это подкреслил президент Александр Лукашенко подчас посяжения высшейшего Держсовета Союзной Державы. Залогом поспеха и интеграции, по воду для слова беларусского лидера, застаются межрегиональные совязи. Беларусь – супрацовничая с 80 субъектами России. На узровне регионов и муниципальных утворений заключены три сотни договоров об супрацовничестве. Проводятся суместные форумы регионов двух краин. Шарговый пройдя у Кастрышнику в Могилеве, где и отбудется наступная состреча президентов. Так само выступление Александр Лукашенко заканал тему пограничного контроля на беларусско-российской мяжи. Особая тема в союзном строительстве – защита интересов наших граждан. Для них уже в полной мере обеспечен надлежащий уровень различных прав и свобод. Крайне мере, мы продвинули в Союз Беларуси и России дальше любого интеграционного проекта. Возникают отдельные вопросы, к примеру, по порядку пересечения беларусско-российской границы. Мы договорились, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами. Кстати, хороший пример в условиях необходимости обеспеченной безопасности проходящего в России чемпионата мира по футболу. Мы с пониманием относимся к позиции россиян о применении элементов пограничного контроля. Но ожидаем, что все оставшиеся вопросы по пересечению беларусско-российской границы нам надо урегулировать. С девяти пунктов парадку пять приняли без обмеркования. Деталево спунилися только на трех ключовых документах. Один из их позначая прайоритетные накерунки развития союзной державы на ближайшие пять годов. У им прописаны деяния по снятии барьеров узгодненная промысловая политика формирования одинного палевного рынка. Поставили подписы и под программой деяния у внешней политики. И она заховала курсы на умоцование супрациониста на плясовках СНД и АДКБ. Так само удельники затвердили премию союзной державы в уголении науки и техники, что станет стимулом для науковцев двух краин. Высший держсовет в черговый раз подтвердил спрешные пытания, которые часом возникают, будут выращаться в духу взаиморазумения и компромиссу. Президенты Беларуси и России – два брата, а союзная держава – мощная семья. Так российские политологи оценили с встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина вчера в Минску. Мобильная группа Гомельского Гарвыконка сегодня провела мониторинг ситуации на заводе «Летя и Нормалев». Подставой для наведывания миновита этого предприемства стал нешасный выпадок, который отбылся тут два тыдни тому. У рейд накрывался и наш корреспондент Олег Синцеров. На проходную Гомельского завода «Летя и Нормалев» городская мобильная группа проезжает в 6 годин 50 хвилин ранится. Мониторинг традиционно начинается с контролем пропускного режима. На этом предприемстве он дарит чадоволи строги. Работники Оховы не только робят визуальный догляд особистых речев, але и выкористуют металлодетекторы. А против своей особости приходу на працу, членам мобильной группы текает так само физичный стан работников. Некольких человек проходят проверку у нарколога. Один из их у выника нокируется на додатковое обследование у специализованных диспансер. Приезд мобильной группы миновата на гэтае предприемство «Нелопадковы». Два ты дня тому на Гомельском заводе «Летя и Нормалев» отбылся несчастный выпадок у выникая какого станочника старочного участка руки. Проверка по гэтом факте протягивается, але выводы необходно робить уже зараз. Произошел несчастный случай на производстве. Нужно изучить причины для того, чтобы они не повторились. Не только на этом предприятии, но и при посещении мониторинг на иных предприятиях указать на те недостатки, которым произошли. Гомельский завод «Летя и Нормалев» гэта больше 4 тысячи человек, причем некоторые подразделения працуются в круглосуточном режиме. По особенности, злин гэта сучасное предприемство, якое володы высоким потенциалом, мая склада на обслуживание и квалифицированные кадры. Хоть есть тут и один минус, гэта травма небеспечная в творчестве. Головный конвир завода «Летя и Нормалев». Сегодня тут берут жадки для зерноуборочных комбайнов. Основная увага, якости выработал. Больше важным, может быть, только одно – безпека праца. За 5 месяцев этого года на предприемствах Гомельщины загинули 8 человек и аж 43 отремали тяжкие травмы. У неких выпадках виноваты сами потерпелые, у некоторых наймальники. По этой причине подчас мониторингу гомельского завода «Летя и Нормалев» без уваги не застаётся ничего. Проходжение медицинского контроля, пожарная безпека, захование отходов, стан обсталявания. Крыху позднее все заваги и рекомендации выказываются в кабинете директора, куда запрашаются главные специалисты завода. Неких значных порушений не выявлено, а тому термин ликвидации недохопов достатково степлы. До 10-й годин ранится 22-го червеня. Геравництво предприемства заполнивая, все работы будут выполнены своя часова. У нас своя мобильная группа на заводе организована, где входят главные специалисты в неё и ходим, контролируем каждые цеха. Также ежеквартальные проверки. Мероприятия, вот у нас на заводе существует комиссия по продлению контрактов с нарушителями, где мы вызываем на комиссию нарушителя, заслушаем его. Можем и не продлить контракт, если, грубо сказать, нельзя, ну, нарушают. Олег Синтеров, Андрей Иванов, телерадио «Компания Гомель». Сегодня замежные военные аташе, аккредитованные у Беларуси, завершили двухдённую визиту Гомельскую в область. Гостям довелося побывать на Червонобережском мемориале детям-охвярам Великой Чинной войны в одной из воинских частей региона на кондитерской фабрице «Спартак» и у Палаца Румянцевых и Паскевича. С визитом на Гомельщину прибыли 20 дипломатов с 14 краинь света. Уехли кузь Вьетнама, США, Литвы, Польши, Японии, Венесуэлы и инших. Программа была распрацована на основе пожаданий у замежных гостей, для каких у первую чергу важно ознайомиться со спецификой деянности воинских частей, социально-экономичным станом регионов Беларуси. А наведывание культурно-гисторичных объектов допомагает до конца сформировать, усприняться дипломатами нашей краины. Позвольте выразить свою благодарность от всех поэн-наташек аккредитованных при месте Собороны Республики Беларусь за предоставленную нам такую возможность посетить такие старинные места и еще местным органам власти города Гомеля. Потому что как человек, который первый раз в Республике Беларусь, как первый раз в городе Гомеле, Гомель – это старинный город, очень старинный город, потому что очень хорошее впечатление. Здесь можно увидеть контраст древней архитектуры и модернизацию. Это как бы придает особенный колорит вашему городу. Ваши кондиционные изделия, они очень почетные и в моей стране. Я уже так, и до приезда в Беларусь, я уже ознакомлен с вашей продукцией. Я думаю, еще, если будет такая возможность, я думаю, что она будет еще раз приехать со своей семьей, только не на два дня, еще надо на дольше, чтобы тосконально ознакомиться с состоянием вашей культуры, с этим красивым городом. Дипломаты по вартости оценили визиту Гомельскую в область, а в чем свечили шматлики словоподзяки у завершении встречи. У Минска отбылась встреча членов Гомельской областной организации громадского объединения «Белая Русь» со старшиней республиканской структуры Геннадьем Давыдьком. У столичную штаб-кватеру запросили активистов предприемств организации высшейших научальных установ нашего региона. У формате открытого диалога говорка ишла про перспективы развития громадского объединения, обмирковывались молодежные инициативы и креативные подходы до их реализации. Вероника Варашилина протягнет тему. Молодь бадает головный стратегичный ресурс для любой краины, генератор идей и инициатив. Бо молодость лепший час, калість, а правда, хочет задеянничать и творить. Республиканское громадское объединение «Белая Русь» открывает великые махчимості в этом накерунку виховании социальной отказности, политичной ориентированности в разной громадянской позиции и поджиття патриотизму основные ориентиры упраться с насильництвом по перше из молодю. Хотите увидеть, какое будущее у нашей страны? Очень просто посмотрите в глаза молодому человеку. В нем вы увидите ответ, какое будущее у нашей страны. Если он настроен на созидательный труд, если он настроен на оптимистическое улучшение действительности окружающей, если он патриот, если он понимает те трудности, которые стоят перед нашей страной, перед всеми сферами и готов не посудить перед ними, а готов трудиться ежедневно, созидательно, тогда у нас есть будущее. Белая Русь организация для активных людей, которые считают себя патриотами и знают, что патриотизм это в первую очередь созидательный труд на благо Отечества. Сегодня республиканское громадское объединение Белая Русь налишивая в своих широках коля 180 тысяч человек, 25 тысяч в Гомельской области. Это отказные, инициативные и творческие особи, которые выступают за добросумленную работу, позитивный взгляд в будущем, умение видеть болевые кропки и не бояться работать на дыме. Здесь нечет, что джонный маленький позвих на своем працанным место, приносит очевальную корысть громадству и краине. За час працы Гомельской областной организации громадского объединения Белая Русь организована немало социально-значных мероприемств. Серо-традиционных зберем портфель першокласснику по подтримке подрахтовки семьи до початку нового навыкального года. Акция «Факел перемоги», присвеченная памяти воина у Великой Айчинной войны. Конкурс по патриотичному выхованию спадшина, творчая споборництва молодых и юных журналистов «Золотое пяро Белой Руси» и шмат инших мероприемств, накерованных на развитие талентов, пропаганду здорового ладу життя и выховании патриотичного духу. Дарайшийся от ближайших подей концертный тур по городах Гомельской области с акцией «Белая Русь в будущем разом» и творчая встреча по поведению подрастающего поколения в специфику журналистской деятельности. Ребята попробуют себя в разных жанрах журналистики. Есть договоренность с телерадиокомпанией Гомель, с Гомельской «Правдой». Они себя попробуют, для них проведут мастер-классы, как по созданию программ, как нужно правильно написать сценарий, как быть ведущим. Меж тем у штаб-кватеру Республиканского громадского объединения «Белая Русь», активисты предприемства, организации и высшайших научных установ Гомельщины приехали с новыми интересными идеями и проектами. В формате открытого диалога обмерковывались пропонованные молодежные инициативы и креативные подходы до их реализации. Белорусский Державный Университет Транспорта, например, звернулся с просьбой и помогли в просовывании проведения фестиваля патриотичной песни в выполнении замежных студентов. Приятно для нас было, что сразу же руководством РООО Беларусь Геннадием Вариславовичем Давыдько эта идея была поддержана и обещали оказать нам самое активное содействие в проведении данного фестиваля на нашей площадке на базе Беларуського Государственного Университета Транспорта. Подчас встречи со старшиней Республиканского громадского объединения Беларусь Геннадьем Давыдьком широкие Гомельской областной организации пополнились Телерадио компания Гомель из Минска. Стали вядомы переможцы 20-го областного взлета юных выротовальников пожарных. На протягу 9 сезон 10 команд в сего региона споборничали на базе Приборска аграрно-технического лицея. Удельники областного взлета переможцы зональных этапов. Командам необходимо было пройти 9 испытов территичных и практичных. Подрыхтовка юных выротовальников в последние годы серьезно Зараз команды у агульным залику поделяются личные балы. На этот раз тройка мацнейших выглядая наступным чином. На третьем месяце разместилась команда Гомельской гимназии номер 58 имя Газа. А родок высшей занялась редняя школа номер 7 Режице. Перемогли навученцы 9-й школы Гомеля. Сегодня у Гомель за всей в области съехались октябраты и пионеры самые активные школьники региона. Сустречу провели в драматичном театре. Были и забавы и спектакли и узнагороджения лепших пионерских дружин и херовников и юных активистов. Выники деянности пионерской организации региона за 2017 и 2018 в учебный год вырышили подвести минавито у каникулярный час. Дети добро проявились обе в шматрик конкурсах и акциях которые проводились в Украине. У якости символичные узнагороды для их подрихтовали забавляльную программу с клоунами. По завершении рухавых гульня отбылся пионерский сход. На им охудшили выники конкурса на лепшую районную организацию. Такого кшталту споборництва в регионе проводилось у першиню. Впервые в этом году мы решили провести на рейтинговой основе конкурс среди районных пионерских организаций и определить три лучших пионерских организаций в области. Ими пионерской организации второе место это Жлобинский район и первое место там уже было бесспорно это был Мозорский район так как именно Мозорский район возвращаясь каждого республиканского областного мероприятия он всегда привозил призовые места первое второе третье как правило конечно это были первые. У завершение пионерского сходу артисты драматичного театра подаровали присутным спектакль «Оранжевый вожик». Гэта и меньшие новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tsvrgmail.by Далее в эфиры де-факто и спортивный огляд я с вами развитываюсь усяго доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Правозащитная работа как прикрытие незаконной финансовой пирамиды. Сотрудники финансовой милиции разоблачили видеоблогера из Калинковичей который создал социальную финансовую сеть несколько лет вместе с подельниками обманывал вкладчиков обещая им просто космические проценты. Частных инвесторов искали по всей округе. Участникам предлагалось разместить на счетах компании деньги и ни о чем не беспокоиться. Супер успешной фирме обещали до 365 процентов годовых. А для тех кто приводил новых вкладчиков бонусы и дополнительный доход в виде тех же процентов. Группа подельников видеоблогера шагала широко и быстро. Обещая нереальную но заманчивую прибыль они привлекали людей по всей Гомельской области. Проводили тренинги и семинары в Минске, Молодечино, Бресте, Пинске, Калинковичах, Барановичах, Жлобине и Мозыре. Известный своей правозащитной деятельностью видеоблогер внушал доверие а его команда разводила людей на деньги сообщая им что финансы будут вложены проекты прибыль от которых и позволит всем вкладчикам жить на проценты. Но о том что такой доход формируется только лишь из вкладов менеджеры финансовой пирамиды умалчивали именно на их счета и переводились средства всех одурманенных вкладчиков. В результате данной преступной деятельности организатор и основные участники пирамиды получили доход более 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 УК. Организатор Манько задержан и находится под стражей. Еще одно попавшее в западню животное спасли сотрудники МЧС. В деревне Сычман Рогачевского района жеребенок проверил глубину местного колодца. Хозяин самостоятельно вытащить животное не смог и обратился в МЧС. При помощи хозяйственного пожарного рукава и веревки спасатели вытащили жеребенка на поверхность. За истекшую неделю это уже не первый случай, когда спасатели выезжают на оказание помощи животным. В связи с этим хотелось бы призвать общественность обращать внимание на незакрытые колодцы и люки во избежание подобных инцидентов. А в Гомеле в микрорайоне западный сгорел автомобиль. Видео в сеть выложил очевидец произошедшего. На записи видно, как владелец машины пытается ее потушить, но попытки тщетны. Пламя удалось сбить только пожарным. Об ущербе не сообщается. Основная версия причины к этому часу оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Гомельской области заняла второе место на республиканской спартакиаде школьников по велоспорту. Состязания проходили в Могилеве. В общем зачете велогонщики из нашего региона уступили только сверстникам из Витебской области. Третье место у столичных спортсменов. Полный комплект наград собрала Ирина Чуенкова. В индивидуальной гонке спортсменка из Будокошелева стала самой быстрой. Также в ее активе бронза в гонке Критериум на 10 кругов с 5 промежуточными финишами. Квартет спортсменок из нашего региона в составе Ирины Чуенковой, Александры Бондаренко, Виктории Шаповаловой и Анастасии Самончик занял второе место в командной гонке на 20 километров. В состязаниях юношей отличился Демьян Цуркан из Речи Цимна. Он стал победителем в групповой гонке на 60 километров и завоевал бронзовую медаль в гонке Критериум на 14 кругов с 7 промежуточными финишами. По итогам республиканской спартакиады школьников по прыжкам на батуте спортсмены из нашего региона также с наградами Гомельская область в общем зачете заняла третье место. В личных состязаниях серебряная медаль у Даниила Волынцева. На аналогичных состязаниях по художественной гимнастике которые состоялись в Минске у Гомельских граций бронзовая награда в общем зачете. В личных состязаниях у Ксении Петровой и Дарьи Стрельцовой в активе по одной золотой и серебряной медали. Маргарита Тимошенко привезла с этих соревнований пять бронзовых наград. Все спортсменки воспитанницы Гомельской с дюшер номер 4. Завтра состоится торжественное открытие после реконструкции стадиона Динамо в Минске. Частью торжества станет поединок объединенной команды Брестского и Столичного Динамо против сборной клубов высшей лиги футбольного чемпионата Беларуси. Футбольный клуб Гомель в матче открытия арены будет представлять защитник Валерий Коршакевич. Он вызван в расположение сборной клубов чемпионата. На следующий день 22 июня на стадионе Динамо состоится легкоатлетическая матчевая встреча команд Беларуси, Украины, стран Балтии и Балканского региона. И тут без гомельчан не обойдется. В составе национальной команды нашей страны выступят прыгуны в длину Ольга Сударева и Алексей Чигаревский. Ольга Немагай выйдет на старт забега на 800 метров. Еще один бегун Максим Ющенко поборется за награды на дистанции 3 километра. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Беларусь 4. Продолжение следует...